Большой дед – это еврейская семья, не богатая, средняя такая. Отец у меня был инвалид войны, Первой мировой, лишился правой руки на фронте и стал, значит, инвалидом, ему там начисли какую-то пенсию небольшую и выдали за разрешение патент на торговлю табачными изделиями. И вот он, значит, сидел и торговал там, вот, и еще с мамой они восемь душ детей наклепали. Вы какой по счету в семье? Я второй. А, второй, да? Девочки, мальчики кто были? Было у нас шесть мальчиков и две девочки. Очень красивые, очень удачливые. У вас есть фотография семьи? Нет, ничего не сохранилось. Я прошел, можно сказать, через такие, понимаете, обороты, вот, что у меня ничего не могло остаться. Или я сам уничтожал, и мне помогли. То есть были такие моменты, когда или вас, или вы? Да. Были, значит, быть, или... В общем, в Варшаве, вы, в общем, когда начали, сколько вам было лет, когда началась война? Я, значит, вырос. Мне стало уже 16 лет. Я работал. Вот. И, понимаете, смотрел на жизнь открытыми глазами. Я не отличался, что еврей или поляк. Никакой разности не было. Я так разговаривал, по-польски лучше, чем поляк. Вы учились в польской школе? Да, в польской школе, в еврейской. А еврейский хейдер тоже, да? В религиозной школе хейдер. Я учился еще. Еще был. Такая школа, где изучали тонку. Пятикнижные. Вот. Это 8 лет я проучился в этой религиозной школе. А потом спросился за ум. А как если нерегиозные? Надо же мечтать, читать. И пошел в вечернюю школу. Были такие школы. Вечерние. И там я получил того, что обычно получают. В начальной школе, а потом в средней школе. Откуда у вас такое знание языков? Я знаю, что вы знали немецкий. Языков у меня было какое-то способное. Способное. Ну, я, значит, не изучал специальные языки. Да, в 38-м году получился такой, понимаете, катастрофа или, можно сказать, несчастье. Немец Гитлер собрал 30 тысяч немецких евреев, бывших граждан Польши, и выселил их на границу. Там, где нейтральная полоса. Они, не погода, понимаете, ну, осень. Они там сидели, болели, и то, и другое. Но общественность взялась помочь. Особенно еврейская, Польша, и Европа. Польша никто не помогал. Только самые евреи. Их приняли 30 тысяч. Среди них там был Эдди Рознер. Вот. Эдди Рознер один был. С трубой. Но немцы у него забрали трубу. Позолоченная труба, которую он получил, он и этот... Не, я как его... Амстер. А? Амстер. Луи Амстер. У них там были в Нью-Орлеане в 46-м... В 36-м году соревнования на лучшего этого... Трубача мира. Мира. Ну, он его назвал. Ты Амстер белый, а я Амстер луи чёрный. Ну, так, что было? Как ты немецкий? Где ты делал этот... Откуда ты знал немецкий так? Расскажи. Да. Так, среди этих самых беженцев, этих самых спасенных, были два молодых ребята, Ото и Амст. Звали одного Амст, а другого Ото. Это были наши дальние какие-то родственники. Они знали, что мы тут есть, нашли нас. И прошли. Ну, как дела, Ото, как, Ант. Мы только по немецки. Мы не знаем другого языка. Вот они полностью ассимилированы, евреи. Аккинчик они, кроме немецких. И пришлось, значит, зная хорошо и лишь, так, грамматика одна и та же. В общем, я быстро освоил этот язык. Но я не мог поймать, понимаете, акцентировать, где-то там надо бить. В общем, не было произношения у меня правильно. Вот это он содержит, наверное, этот, или мы, действительно. Да. Произношения не было такого, знаете, натурального. Немцы так произносят. В одной деревне одно произношение, акцент, а в другой рядом деревни. Совершенно другой, можно не понять. Вот такое у них. Ну, потом же вы, как бы, выдавали себя за немца. Интересно, с каким диалектом? Да, да. Как это вот... В общем, так, когда я уже, значит... То есть вы были среди этих беженцев? Или вы пришли к семье, вот ваши родственники эти, как это было? Я... Или, да, вы оставили дом, семью и пошли туда же, да? В общем, в 1939 году эти ребята устроились, в 1939 году, когда немец занял в Варшаву после военных действий, вот, мы не пострадали в эту войну. Пострадали наши родственники. Дядя с сыном старше погибли в местечении Большого. Тоже польское, да? Да, да, да. Все это в Польше. А почему в Варшаве они вошли, они не заставляли сразу звезды надевать, они не убивали сразу? Это еще было, знаете, затишье. Они пока разграбили евреев, что надо. Они же грабили немцы. Граб армию. Выходят в квартиру, так? Жители этой квартиры выходи на улицу и что им нравится, то и забирают. У вас так не было? У нас не было такого. Мы жили в небогатом квартире. Они знали, где богатый квартир. Им долголожили поляки такие. Все уже было известно, куда им идти, куда что. Вот у нас, видите, вот потолком тарелочка. Какая? Я вижу люстру прекрасную. Да, да, да. Я там по указанию мамы моей спрятал в этой тарелочке все ее драгоценности. Что вы говорите? Это люстра оттуда еще? Нет. А тарелок? Я думаю... У нас была своя люстра. Но тарелок... Древянная, да. Понятно. А вообще, честно говоря, люстра такая, что кажется, что откуда-то она прилетела вот и приехала из тех краев. Она непольшая. Да. Она же итальянская. То есть мама вам сказала вот тарелочку от люстра сложить все семейные драгоценности? Они не плавились. У меня дочка так положила кольцо, но расплавила. Ничего себе. Наверное, на лампочки положила. Наверное, да. Но куда-то она вообще... не на этих повозок. то есть мама вам сказала и что все оставались в Варшаве и вы ушли. Значит, месяц я был с немцами. Да. Что, они какие-то указы давали? Да. Собираетесь там на плач? Они мобилизовали, они брали лагеря туда вебрали уже. Но вы не ходили по этим приказам? Никуда? Нет, я еще был несовершеннолетним. Понятно. Они сначала как бы собирали взрослых. Ну, такой случай, что мы пошли искать картошки. Где? На пределы Варшавы, на предместе. В общем, где-то на пригороды, на огороды, сады. Мы пошли там такой, значит, группы 5 человек. Молодые все. Брат мой старше, он на ковте 3 месяца старше меня был. Нас немцы не трогали. Они нас выпустили и посмотрели только документы. В общем, такие у вас были случаи, но мы картошку не нашли, вернулись без картошки. И даже не говорили юды и то... Не, не, еще не было, еще культура, еще... Пускали пыль в глаза. Они еще не зверели, они еще были культура троили. А когда началось гетто, пока построили? А гетто, я уже помогал построить гетто. Как это было, не было, просто огородить там... Они, как только зашли, сразу начали, значит, строить это гетто. Для того, чтобы построить гетто, надо же материал, кирпичи, чтобы забор такой, первое дело, очень надо забор... самое главное. Ну, собрали молодых ребят, был такой приказ, из каждой квартиры вот, один член семьи. Евреи именно? Да, только евреи. Должен, значит, приходить на какой-то сборный фунт, и там, значит, их в колонну строили, и гнали куда следует, на работу, на объект какой-нибудь. Были разрушенные дома, кирпичные. Их разбирали, из этих разобранных кирпичей делали, значит, стену. Это были трехметровые стены, так, в три кирпича. О, такая солидная, так они... Как, вы знали, для чего вы строите, да? Никто ничего не знал еще. Так это было. Но дело в том, что мы еще не сумели воздвинуть эту, понимаете, стену. А на верх стены колючая проволока, бетон запланирован. И вы не знали, что это? Нет, никто не понимал. А вы не удивлялись, почему евреев именно, или вы думали, что все? Ну, евреев это извинято. Мы не удивлялись, почему? Что это антисемит. И большая политика антисемитская была. За искренение евреев все. То есть вы так и понимали, не знали, что это гетто было. Считали, что он там восстанавливает что-то. А жили мы недалеко от еврейского кладбища. Еврейское кладбище имело хороший забор, тоже троп, терапичный, и он служил, так сказать, одной из стен этого гета. И все это шито на проектировано. У них уже все это проектировано. Ланы строительные. И они все это делали, знаете, из научной точки нужны. То есть все было распланировано как бы с инженерной точки зрения? Потом я уже узнал, потом, ну, в общем, 24-го октября, приготовил себе значит... 39-го 39-го года, приготовил себе там сарашей, одежу какую-нибудь, белье, ботинки, обувь, пальто у меня было даме сезонное, хлебки, военные ботинки где-то я достал. И я пошел в нашу уже массово, массово, молодежь. шла из этой территории, где была занята немцами, на сторону советскую Красную армию. Уходили массово? Да, массово уходили. Почему из вашей семьи вы только ушли? Я должен... Я был разведчиком. А, вы должны были... Абрам, он же первый ушел. Нет. А как он был в России? Абрам потом ушел? Да. Правда? Абрам нам месяц позже. я им послал записку. Я не знаю, он получил записку, забрал. Но факт, что он ушел А что вы написали? Что вы написали? Что все в порядке. Я был как раз на границе между вот этой, значит, Германией и Советским Союзом. Это фактически Украина, Польша? Нет, это Белосток. Белосток. Западная Белоруссия. Ну, сейчас Польша, да. А, да, да. В этом районе уже там смешанное было нацеление. Там же были уже, видать, вот гроби, кладбище православное и католическое. перемешку, да. Там я переходил, значит, Бук, я два раза переходил, Бук. Ну, небольшая речка. Я знаю, да, я хотела сказать, что Бук. Первый раз город Вышков. Так, разрушен до основания был. Спаленный, все. Через Бук метр, может, 25-30 мост членодорожный. Вот. Этот мост был взорванный, так, и немцы рядом с этим мостом постоянно поставили, значит, временный мост, как он называется, военный лошадь. На плоты? Да. На понтонах? Понтонный мост. Я тянулся на этот понтонный мост. Думаю, может, я пройду, а там стояла немецкая хана. Вот. Он как увидел меня, тот немец, цоик, цоик, поврался назад, покрутился там возле этого моста, смотрю, идет один немец, без оружия, без ничего, гармония у него губная, и он наяривает какое-то слово фокус. Ну, я ему помог свистом. Мы вдвоем, наяривали. Да, наяривали. Ага. Он кивает, ты на мост? Я, я, я. Пошли. И он меня провел через мост. И так я попал в Вышков. В Вышкове Вышков, значит, один берег Бога, низкий, да, ниже можно уровня воды, а второй на горе. Чтобы попасть в центр города этого Вышкова, надо было подняться на гору. Я поднялся на гору, и что я увидел? Площадь. И у большого костра, конечно, сидят польские фашисты.